Добрый вечер в Украине 20.00. В эфире подробности о главных новостях расскажут мои коллеги в студии Наталья Белышева. Поход на Трамп Тауэр. Пока в Белом доме передают власть, недовольные результатами выборов американцы выходят на улицы. Индекс Трампа. Как финансовые рынки реагируют на итоги выборов президента Америки? Узники полуострова. Кого на этот раз российские спецслужбы обвинили в диверсиях? Вакансии недели. Кто сядет в кресло губернатора Одесской области после громкой отставки Михаила Саакашвили? Смена караула. В Соединенных Штатах стартует процесс передачи власти. Сегодня президент новый Дональд Трамп и все еще действующий Барак Обама впервые встречается в Белом доме. Как проходят их разговоры, какими протестами против избрания Трампа все это сопровождается. Обо всем подробнее из Вашингтона Дмитрия Напченко. Кортеж привычно отбыл от Трамп Тауэр в Нью-Йорке, взяв курс на Вашингтон. Только теперь это уже фактически президентский кортеж. А едет Трамп в Белый дом на встречу с Бараком Обамой. Именно сегодня неформально стартует длительный процесс передачи власти. Первая встреча Обамы и Трампа подобных, которой будет еще несколько. Ведь нужно передать и государственные секреты, и файлы, доступ к которым есть лишь у нескольких первых лиц государства. И тот же ядерный чемоданчик. Но вот сегодня как раз первый раз, когда Трамп зайдет в этот кабинет уже не как гость, а будет по-хозяйски присматриваться. А что он намерен там изменить? Перемены в первую очередь коснутся команды. Если при Клинтон большая часть аппарата Белого дома и сотрудников Госдепа однозначно остались бы на своих местах, в том числе и знаменитая Виктория Нуланд, отвечающая за Украину, то при Трампе произойдет замена большинства чиновников. Даже все без исключения послы Соединенных Штатов обязаны заявить новому президенту об отставке. А он уже решит, работать ли им дальше. Ну и разумеется, всех в первую очередь интересует, а кто же станет преемником Керри, новым государственным секретарем. И как раз сегодня в прессе появилась первая информация. Во-первых, это бывший спикер палат представителей Конгресса Ньют Гинрич. Человек весьма консервативный, ярый противник увеличения социальных расходов, да и других ненужных трат. Если назначат, при нем Госдеп резко урежет гранты и финансовые программы помощи другим странам. Называют еще две фамилии. Сенатор Коркер, глава комитета по иностранным делам, между прочим, человек очень хорошо разбирающийся в украинской ситуации. Он все время внимательно за ней следит. И говорят еще о бывшем постпреде Соединенных Штатов при ООН Джонни Болтоне, как о перспективном кандидате. Лучшие шансы пока у Гинрича, учитывая его опыт в политике. Кроме того, на посту госсекретаря Трамп, скорее всего, захочет видеть не кадрового дипломата, а сильного политика, который проводил бы его курс. О назначении других министров пресса пока что гадает. Ведь если Клинтон заранее планировала, кто какие должности получит в случае ее победы, и даже обещания раздавала, то Трамп был сосредоточен на кампании. И кадровые вопросы внутри своей команды вообще до этого не обсуждал. Процесс передачи власти будет мирным и спокойным, заявляют в Белом доме. Но пока что на улицах американских городов вовсе не мирно и спокойно. Те, кто голосовали против Трампа, вышли на улицы. Вот кадры из Калифорнии. Этой ночью в Окленд из-за массовых беспорядков стягивали спецподразделения. Вначале протестующие были настроены мирно, но затем толпа стала вести себя агрессивно, бить окна домов и громить машины. Несколько полицейских ранее. Это еще один город, где были за Клинтон. Нью-Йорк. Несколько тысяч тех, кто голосовал за нее, вышли этой ночью на улицы. И колонны направились к небоскребу Трамп Тауэр. Три десятка человек задержаны. Протесты и в нескольких других штатах, где демократам в ходе этой кампании удалось максимально мобилизировать своих сторонников. За Клинтон, а значит против Трампа. И одна из самых сложных задач, которая предстоит теперь новому президенту, заново склеить Америку, которую эти выборы очень сильно разобщили. Из Соединенных Штатов. Дмитрий Анопченко, Сергей Коваль, Американское бюро телеканала Интер. Информация последних минут. Президент США Барак Обама уже встретился с новоизбранным президентом Дональдом Трампом. Трамп с семьей прилетели в Вашингтон на собственном самолете, на борту которого написано его имя. В Белый дом Трампы приехали, минуя журналистов. Встреча эта продолжалась около полутора часов. И по словам Обамы, обсуждали они внешнюю и внутреннюю политику страны. Трамп заявил о своем уважении к президенту. Кто задумчиво вздыхает, кто искренне радуется. Реакция на победу Дональда Трампа во всем мире абсолютно разная. Наш европейский корреспондент Оксана Кундеренко собрала высказывания известных политиков и расскажет нам, какие конкретные шаги они намерены предпринять. От слов к делу Объединенная Европа перейдет уже завтра. В Брюсселе стартует саммит министров иностранных дел, повестку которого определили события за океаном. Лидеры ЕС поспешили пригласить Дональда Трампа посетить столицу Европы как можно скорее, чтобы познакомиться и обсудить сотрудничество. Ведь противник зон свободной торговли. Трамп обещает быть непростым переговорщиком. Мы не должны негодовать по поводу голосования той или иной нации. Отчего же столько недовольства? Необходимо оставаться партнерами США, потому что миру нужна дружба Америки и Европы. Кто в этой дружбе уверен, так это ультраправые европейские партии. Особенно те, кого в ближайшем будущем ждут выборы. Претендент на французское президентство Марин Липен заметно обрадовалась исходу голосования США. На что-то подобное сама рассчитывает сейчас. Опросы пророчат лидеру национального фронта победу в первом, но проигрыш во втором туре. Американцы получили президента по собственному выбору. Положили конец правлению истеблишмента и канцелярских чинуш. Как будто выборы всегда были формальностью, беззаловкой или нормой приличия. Политика никогда не будет прежней, заявил лидер голландских правых Герт Вилдерс. Еще один блондин с интересной прической предрек усиление влияния популистских партий в Европе. И сам рассчитывает на голоса избирателей в 2017 на парламентских выборах. Это исторический день. Мистер Трамп доказал, что народ сыт по горло. Вот что происходит с политкорректными партиями, которые не обращают внимания на проблемы избирателей. Политиков с иным мнением называют расистами, фанатиками, идиотами. Но голосование доказывает обратное. Более сдержаны в высказываниях действующие высокопоставленные чиновники. Венгерский премьер-министр Виктор Орбан едва ли не единственный европейский лидер, который открыто выразил радость по поводу происходящего. Это уникальное историческое событие, когда западная цивилизация освободилась от оковой диалогии и вернулась к реальности. У меня такое чувство, что последние 20 лет мы жили не в демократии и только сейчас возвращаемся к реальной демократии. На следующей неделе на неформальный саммит в Берлине Ангела Меркель пригласила Барака Обаму, Терезу Мэй, Франсуа Ланда, Матео Ренце и Мариана Рахоя. Переговоры пройдут 18 ноября. Ожидается, что европейские лидеры намерены обсудить с уходящим американским президентом возможные сценарии отношений с новым хозяином Белого дома. Оксана Кундеренко и Сергей Дубинин. Подробности Европейское бюро телеканала Интер. Избранный президент Дональд Трамп уже пригласил на встречу премьер-министра Израиля Бендемина Нетаньяху. Об этом сообщает канцелярия израильского премьера после телефонного разговора политиков. Переговоры американского и израильского лидеров пройдут в ближайшее время. Напомню, поздравляя Трампа, Нетаньяху назвал его своим другом. В сентябре на встрече в Нью-Йорке Трамп пообещал Нетаньяху, что в случае своего президентства США признают Иерусалим единой и неделимой столицей Израиля. Статус Восточного Иерусалима остается ключевой темой в израильско-палестинском конфликте. На него заявляют свои права обе страны. Большинство государств не вмешиваются в конфликт и размещают свои посольства в Тель-Авиве. И там же находится, собственно, посольство США. Также ожидается, что на встрече американские и израильские лидеры обсудят вопросы безопасности и борьбы с терроризмом. Победа Трампа влетела в копеечку богатейшим людям мира. За короткий промежуток времени 500 мировых толстосумов в общей сложности потеряли 41 миллиард долларов. Об этом сообщает агентство Bloomberg, которое составляет рейтинга богачей. Треть этого списка занимают американские миллиардеры. Их кошельки похудели почти на 9,5 миллиардов. Ударила победа Трампа и по украинской экономике. Наши еврооблигации активно дешевеют. Инвесторы опасаются, что Украина потеряет поддержку США во главе с Трампом. В виде гарантий под суверенные евробонды. Аналитики одного из авторитетных британских инвестбанков напомнили, что Америка была основным инициатором программы МВФ для нашей страны. Да и сама помогала, предоставила 3 миллиарда долларов кредитных гарантий. Сейчас же есть риск, что Вашингтон либо откажется от дальнейшей поддержки Киева, либо сократит ее. Так говорят эксперты. Ленинский районный суд Севастополя заключил под стражу троих жителей. Российское ФСБ обвиняет Дмитрия Штыбликова, Алексея Бесарабова и Владимира Дудков в попытке диверсии на территории аннексированного Крыма. Ближе к вечеру спецслужбы опубликовали вот это видео. Я напомню, что это второй случай, когда оккупационные власти обвиняют ВСУ в подготовке вымышленных актов устрашения. Заява российских чекистов – это провокация против украинской державы и очередной шаг в информационной войне против Украины. После оккупации Крымского півострова Россией этот края перетворился на небезопасное место. Оккупационная администрация систематично репрессирует украинцев. Об арестованных информации очень мало. Известно, что Бесарабову 40 лет. Прежде он работал в Центре содействия изучению геополитических проблем и Евроатлантического сотрудничества Черноморского региона НОМОС. Заключенный под стражу Дмитрий Штыбликов не имеет отношения к украинской армии уже много лет. Об этом в интервью российским СМИ рассказал его брат. Он занимался аналитической работой в журнале и все. Я так думаю, от этого он и попал в какие-то списки, поэтому сейчас его проверяют. Алексей, а скажите, какое сейчас гражданство у вашего брата? Он уже получил российское гражданство? Да, российское гражданство. И между тем, целый ряд информагентств уже сообщают, что все трое арестованных якобы успели признать свою вину и, цитата, начали сотрудничать со следствием. Конец цитаты. Решение Еврокомиссии по расширению доступа России к газопроводу АПАЛ может нанести вред интересам Украины. Такие опасения выразил Петр Порошенко в телефонном разговоре с Еврокомиссаром Яханасом Ханом. Такие действия Евросоюза не соответствуют духу соглашения об ассоциации Украины и ЕС и идут в разрез с договором об энергетическом сотрудничестве, отмечает президент Порошенко. И о необходимости увеличения собственной добычи украинского газа, в частности в Азовском море, сегодня говорил глава правительства во время рабочей поездки в Херсон. Владимир Гройсман осмотрел отремонтированный аэропорт, в морской академии он пообщался с курсантами и побывал на нескольких предприятиях. Жителям пообещал, что займется проблемой поставок топлива в Генический район. Я напомню, прошлой зимой из-за низкого давления в трубопроводе батареи в квартирах жителей были едва теплые. Не обошел стороной премьеры скандальную отставку одесского губернатора Михаила Саакашвили. Гройсман отметил, что отчет о его работе слушать в Кабмине не было необходимости, поскольку это не предусмотрено законом. И о том, кто может претендовать на вакантное место губернатора Одесской области, мы решили спросить у политологов. Вот какие ответы мы услышали. Уже строятся самые такие фантасмагорические версии. Называются кандидатуры, начиная от львовского губернатора Обтянютки, который, безусловно, в паворе у Банковой, ну и заканчивая такими экзотическими кандидатурами, как экс-мэр Одесса Эдуард Гурвиц или ушедший из-за поблока народный депутат Вадим Рабинович, хотя он харьковчанин и к Южной Пальмире имеет опосредованное отношение. Ну и, естественно, такие экзотические фигуры, как народный депутат Алексей Гончаренко, это очень сложный регион, где человек, который всю жизнь прожил в Украине, очень долго будет разбираться в хитросплетениях одесской политики, что говорить про парашютистов. И вот другое мнение у Руслана Бортника. Он утверждает, что кандидатом на пост губернатора Одесской области может стать так называемый парашютист. Давайте послушаем. Сегодня наиболее вероятными вариантами рассматривается прежде всего чужой, какой-то человек извне. Уже сегодня говорят о возможном назначении Синютки, нынешнего губернатора Львова, губернатором Одесской области. И в пользу Синютки играет тот фактор, что ему нет необходимости проходить повторно горнило открытого конкурса. Он может быть назначен путем перевода. Также рассматривается и Урбанский, это нынешний руководитель облсовета Одесского от блока Петра Порошенко, бывший мэр Одессы Гурвиц, бывший губернатор Одесщины Плачков в эпоху Ющенко. С учетом того, что на самом деле кандидатуру и отставку Саакашвили, и кандидатуру будущего губернатора определяют экономические процессы, прежде всего, возможно, приватизация Одесского припортового завода, то больше всего шансов, конечно, наверное, у кого-то из переводных губернаторов. Будет очередной этап конкурса по приватизации Одесского припортового завода. И, соответственно, желательно уже иметь губернатора, который будет сдерживать ситуацию на местах. Мы видим там многослойный конфликт вокруг этой собственности. Поэтому любой самодостаточный губернатор не подходит, потому что он со временем может превратиться в Саакашвили, опираться на местные элиты и выходить в конфликт с Киевом. И нужен ручной, достаточно серый, но очень преданный исполнитель, судьба которого будет находиться исключительно в руках банковой. Тем временем на несметные богатства наших чиновников обратили внимание в МВФ и почти прямо обвинили политику в воровстве. Фонд заподозрил, что декларанты скрывают имущество и много не указывают в документах. Об этом в Фейсбуке написала глава антикоррупционного агентства Наталья Корчак после встречи с экспертом финсектора МВФ Эммануэлем Матиасом. Представители фонда увидели в декларациях властимущих непоследовательность, а именно состояния, о которых писала пресса, отсутствуют в электронном реестре. По словам Матиаса, фонд пристально следит за ситуацией в Украине и считает, что все внимание теперь должно быть сосредоточено на проверке деклараций чиновников высшего эшелона власти, поскольку рыба гниет с головы, пишет Корчак. Я напомню, что накануне глава Нацбанка заявила о том, что очередного транша от МВФ в этом году Украина может и не дождаться и обвинила в этом парламент, который, по ее мнению, тормозит важнейшие реформы. А вот сегодня зам Гонтаревой Екатерина Рожкова заявила о том, что ее прослушивали. Она подтвердила подлинность аудиозаписи своих телефонных разговоров с менеджментом и акционерами Платинумбанка, которые попали в сеть и подчеркнула, что общается со всеми банками, и это обычный рабочий процесс. Обо всех своих разговорах Рожкова готова рассказать детективам НАБУ и просит правоохранителей проверить, кто и почему прослушивает ее телефонные разговоры и разглашает их. Я также напомню, что в октябре НАБУ уже провело обыск в доме Рожковой в связи с аферами в банке Михайловский. Киевская прокуратура арестовала афериста Сергея Авдакова на два месяца, правда, с возможностью внесения залога в 31 миллион гривен. В розыске Авдаков с 2014 года, тогда он сбежал из-под стражи, пока был в госпитале. Напомню, его подозревают в организации преступной группы, которая в 2012-2013 годах провернула несколько махинаций с элитной недвижимостью в столице. Их незаконный заработок тогда составил более 60 миллионов гривен. Поймать афериста удалось только 7 ноября. И очередной скандал в Одессе. Национальное антикоррупционное бюро расследует деятельность местных чиновников. И включаем мэр этого города Геннадия Труханова. Андрей Анастасов расскажет нам все подробности. Работу Одесской мэрии НАБУ, оказывается, изучает уже полгода, но известно об этом стало лишь на днях, когда в реестре судебных решений были обнародованы ходатайства детективов о выемке документов, доступе к информации о банковских счетах и телефонных разговорах. В рамках расследования о финансировании из городского бюджета дорожно-ремонтных работ на них потратили 800 миллионов гривен. В НАБУ подтверждают, действительно расследуют дело о возможной растрате Одесской казны должностными лицами в период с 2014 по нынешние годы, но детали не сообщают тайна следствия. А вот в Одесской общественной организации «Антикоррупционный офис» уже выяснили, что именно расследовали детективы НАБУ. Говорят, существовал преступный сговор чиновников с коммерческими структурами. Первые заказывали проведение ремонтов, вторые выигрывали тендеры, но работы проводили не в полном объеме и по завышенным ценам. При этом большинство фирм-подрядчиков контролировали люди, приближенные к одесскому мэру. В результате досудового следствия доведено, что одесский городский глава вступил в сговор с определенными людьми. Зазначено, что деньги выводились через офшоры. Значительной части, скажем, этих офшоров. Среди владельцев значатся люди, которые давно уже связаны с Геннадием Тухановым. Тем временем в одесской мэрии коррупционный скандал не комментируют, ждут окончания расследования. Политические аналитики, между тем, не исключают, что даже после окончания расследования дело рассыпется в суде. Тут вопрос в том, что НАБУ может все доказать, все тщательно обосновать, но вопрос в том, что они передают дело в суд. А вот как суд будет рассматривать, там могут быть различные нюансы. Если вину одесских чиновников докажут и может грозить от 7 до 12 лет за решеткой. Андрей Анастасов, Кристель Лиси, Игорь Михоношин. Подробности телеканал Интер, Одесса. Тем временем в Одессе представили нового главу областного управления полиции. Место Георгия Лордкипонидзе займет Дмитрий Головин. До этого он возглавлял департамент уголовного розыска нацполиции. Одесская область для Головина регион знакомый. Он уже служил в структуре областного управления МВД. Заступая на должность, Головин пообещал, что приоритетом в его работе станет борьба с криминалом. Я в этом зале многие знают. Я уверен, что личный состав Одесской полиции, мы вместе с ним кардинально поломаем ситуацию в регионе. Слово поломаем, очень дословно. Потому что по-другому уже дальше некуда. А в Черкассах главу областного управления нацполиции представить не удалось. Помешали активисты, которые не желают видеть на этой должности Валерия Лютова. Протесты против его назначения не прекращаются с прошлой недели. Общественники требуют от главы МВД отозвать приказ и согласовать должность будущего начальника с ними. Надежда на диалог угасла после сегодняшнего визита в Черкассы советника министра Мартыненко. Более чем на час опоздав на встречу с активистами, он сразу отрезал, что обсуждения кандидатуры сегодня не будет. Его поездка не связана с этим скандальным назначением. Это просто рабочий визит. Тем временем, сразу в нескольких городах с акциями протеста на улицы вышли ветераны МВД. В Днепре собрались возле областного управления полиции. Пришли, чтобы потребовать увеличить пенсию. У многих больше 25 лет стажа получают копейки. Говорят, прокормить семью на 2500 гривен просто нереально. Здесь же во время акции бывшие милиционеры подписали письмо с требованием пересчитать пенсии. С теми же проблемами вышли на улицы ветераны МВД и в Полтаве. Настроены они также были решительно. К зданию обладминистрации принесли шины и пригрозили, что если их не услышат, в следующий раз эти покрышки будут пылать. Бывших милиционеров поддержал лидер социал-демократической партии Сергей Каплин. Я считаю абсолютно неприпустимой и несправедливой ситуацией, когда представители, ветераны сегодня вынуждены ледко живут. Это будет настоящая война против коррупционного режима, который сформировался, который уже за кистью в городе Киеве. И который руководит министр Аваков, который руководит Турчинов, который руководит Пашинский, который руководит их мафиозный бандитский спрут. Сегодня Министерство внутренних справ, так называемые перефразовывающие МНС и другие органы, по сути, коррупционные кормушки, из которых живется Народный фронт и близкие к ним политические структуры и бандитские укрепления. Некрепкие орешки. В столице на Куреневке воры ограбили продуктовый склад и вынесли 2 тонны кешью. Об этом сообщили в Нацполиции Киева. По предварительной информации, злоумышленников было трое. Размер материального ущерба предпринимателя около полумиллиона гривен. В полиции открыли уголовное дело по статье «Кража». Преступникам грозит до 12 лет лишения свободы. Наша дорогая стена – это линия укреплений вдоль восточной границы Украины. С каждым днем строительство стены обходится в Украине все дороже, а критикуют проект экс-премьера Яценюка все чаще. О чем сегодня рассказали в Харькове депутаты и волонтеры, которые посетили этот объект. Узнаем от Светланы Шикеры. Толстая пачка отчетов на столе – это результат поездки на российско-украинскую границу. Депутаты и волонтеры изучали, как строят стену в районе пунктов Журавлевка и Чугуновка. Пришли к выводу – сетка, натянутая вдоль кордона, способна остановить разве что контрабандистов. Вся загорожа, она используется и в побуте, то она не может действовать каких-то серьезных перешкод для, например, тяжелой техники. А вырытые вдоль границы окопы не спасут при возможном обстреле. Если посмотреть на блендаж, то история очень интересная, потому что, во-первых, он не оснащен специальной звукоизоляющей системой. Это означает, что, не дай Бог, если военнослужащим доведется выстреливаться, то они, как минимум, оглохнут. Нема необходимых маскувальных и ограживающих споруд, так званых, навколо этого блендажа. То есть, фактически, он выглядит, как декорация. В Восточном региональном управлении погранслужбы за стену стоят стеной. Объясняют, мол, во-первых, объект еще не достроен. А рвы и валы вдоль границы танки, если ее не остановят, то уж точно притормозят. Нужно будет противнику группироваться, преодолевать эти загороджения. Что даст возможность и час военнослужащим, государственным прикордонным службам и Збройных сил Украины сделать маневр с силами и средствами. Строящийся европейский вал – это не линия Маннергейма и не линия Мажино, говорят военные эксперты. Максимум задержат пехоту и просигнализируют о возможном прохождении техники. Изначально затея – это не из дешевых. На сегодняшний день стоимость проекта оценивается где-то порядка миллиона гривен в километр стены. И это если брать в полном оснащении. Так что 3000 километров границы – где-то 3 миллиарда гривен мы должны были потратить. А несколько дней назад в интернет-изданиях появилось сообщение, что стену атаковали кабаны. Стада, мигрирующие через российско-украинскую границу, постепенно разрушают конструкцию. Волонтер Татьяна Бедняк, проинспектировавшая стену, говорит, проект превратился в коррупционную дыру. А часть – это просто, напевно, возможность выкачивать деньги из бюджета. Причем, щоречно. Если там с этой стороны, не дай Боже, подъедет танковая дивизия, то этот вал будет укрытием, что мы сами сделали для танков противника. По замыслу экс-премьера Арсения Яценюка, эта стена должна была не только послужить преградой, но и стать для Украины билетом в Европу. Вот, как аргументировал Яценюк, необходимость проекта за миллиарды два года назад. Почему нам проект стена или европейский вал? Безвизовый режим. Никто безвизового режима не даст, если нет кордона. В бюджете на 2017 год на стену планируют выделить еще 200 миллионов гривен. Но стоит ли тратить такие деньги даже не на оборону госграницы, а всего-то на инженерно-техническое оснащение рубежа? Такой запрос депутат Сотник уже отправила в Кабмин. Светлана Шекера, Александр Яновский, подробности телеканал Интерхарьков. Ну и пока эту стену строят, огонь на востоке Украины не стихает почти по всей линии соприкосновения. В районе Авдеевка-Пески большие потери понесли боевики, поэтому действуют они очень агрессивно. Наши бойцы вынуждены применять стрелковое оружие. Последние фронтовые сводки узнаем от Геннадия Вивденко. Утро началось с активных обстрелов боевиков из гранатометов и пулеметов. Приходится держаться ближе к заборам. За сутки в районе Авдеевки уже сфиксировано 15 вражеских атак. На Донецком направлении шел тяжелый бой с захватчиками. После него боевики запросили тишины, чтобы забрать своих погибших и раненых. В этот раз ответили так, что снова попросили перемирия, снова вывесили белый флаг. Но вы знаете, как только они получают по шее, сразу начинают просить перемирия. За последний месяц, по данным украинских военных, враг понес большие потери. Поэтому проводят постоянные ротации. До чего зашли в них нести ковска бригада, они от Гребля вышли. Доморализованы, потом зашли в Гирюк, от Гребля вышли. И зашли за работой, теперь зашли в Гребля. В районе Авдеевской промзоны волонтеры решили за свой счет наградить особо отличившихся украинских бойцов медалями за отвагу и оборону государства. Мы тут находимся не для того, чтобы получить какую-то отзнаку, или за какую-то вдячность, но это действительно важно. Я, например, это принимаю для себя лично, как какой-то величезный аванс. Нам нужно работать и работать. Церемония вручения наград проходит под аккомпанемент вражеской канонады. Когда подаются подания на награждение, это длинная история. Когда подаются бригады, это очень длинная история. Она задерживается немного. И это может длиться месяцами, а может длиться и год. Поэтому волонтеры стараются тоже сейчас стимулировать ребят наших бойцов. Волонтерская помощь и далее поступает на передовую. Теплые вещи, обувь, оптика и тому подобное. Все это не только за счет неравнодушных украинцев, но и благодаря помощи братских народов. Вот такие прицелы видите. Эти прицелы нам передают наши литовские друзья. Как рассказали бойцы 72-й механизированной бригады, на днях один солдат вынес из-под вражеского огня раненого побратима на себе. При этом сам получил три пули от снайпера. Спас бронежилет. Герой остался невредимым. Бои с захватчиками под Донецком становятся все более интенсивными. Папа Римский собрал для Украины более 10 миллионов евро. Эти деньги пойдут на нужды пострадавших от войны на Донбассе. В первую очередь детям и пожилым людям, независимо от вероисповедания, заверил понтифик. На призыв Франциска I пожертвования собирают в европейских католических приходах с апреля. Напомню, ранее глава католической церкви основал комитет помощи Украине. Он и распределит собранные деньги между нуждающимися. Вы смотрите подробности и вот что у нас во второй части. Мигрирующие помои, где на этот раз обнаружилась незаконная свалка львовского мусора. Полный Брэд. Чем закончилось расследование соцслужб по делу Анжелины Джоли против Брэда Питта. В Херсоне никак не могут закупить новые троллейбусы. Вроде бы уже депутаты выделили на эти цели 14 миллионов гривен и тендер провели, и поставщика нашли. А вот новые машины на маршруты никак не выйдут. Почему? Выяснял Кирилл Ющишин. В Херсонском троллейбусном парке 82 машины. Больше половины просто складируют как металлолом. Рабочие, как могут, восстанавливают прогнившие троллейбусы. Троллейбус будет готов в ближайшие несколько дней. Не достают немножко запчастей, которых не хватило. Ремонт люков производили. Обшивку в салоне. Пол меняется полностью, резина, все комплектующие. Ремонтируются двери. Новые машины покупать слишком дорого, говорят на предприятии. Поэтому решили приобрести бэушный транспорт из Европы, который прошел капитальный ремонт. Чтобы ни у кого не возникло претензий, тендер провели через Прозора. Но оплату заморозили. Причина, уверен директор Херсон Электротранса, в политике. 17 октября была сессия городского совета. И на этой сессии был поставлен вопрос относительно того, чтобы снять с должности секретаря городского совета Елену Урсуленко. И на сегодняшний день, по сути, не без участия секретаря городского совета заблокирована проплата. После этой скандальной сессии руководители горсовета обратились к правоохранителям. Мол, тендер прошел непрозрачно, а стоимость техники значительно завышена. И политика здесь вовсе ни при чем. Есть практика других городов, где эти же самые троллейбусы были закуплены абсолютно за другие деньги. Она колеблется от 600 тысяч до 990 тысяч. Наши троллейбусы, согласно тендерной закупке, имеют стоимость 1 миллион 112 тысяч. В компании, которые импортируют троллейбусы из Европы, объясняют, чаще всего города закупают бэушные машины и никакого капремонта не делают. Отсюда и цена значительно ниже. Города западной Украины, это, например, Ровно, Иванов, Ромков, Черновцы, там по условиям тендера требуется поставка троллейбусов привезенных, таможенно очищенных. И диапазон цен в этом году от 650 тысяч гривен до 900 тысяч гривен. Такие действия руководства горсоветов возмутили городских депутатов. Я не помню, чтобы так давили на руководителей коммунальных предприятий и общинных депутатов. И сегодня все те, кто неугодны, заложниками являются их коллективы, а вот в данном случае вообще все пенсионеры города, которые пользуются коммунальным транспортом. Когда Херсон Электротранс теперь получит свои троллейбусы, неизвестно. А вот судьба секретаря горсовета может решиться 30 ноября. Тогда депутаты соберутся на очередную сессию. Вопрос об отставке уже внесен в повестку дня. Кирилл Ющишин, Игорь Попов, подробности, телеканал Интер, Херсон. За решение мусорного вопроса во Львове взялся губернатор Львовской области. И сегодня заявил, сделал то, что за полгода не смог львовский мэр Андрей Садовы. И уже нашел несколько участков под строительство специального комплекса. Теперь слово за Садовым. Согласится ли он принять готовое решение или будет настаивать на своем плане, выясняла Галина Якушко. Три земельных участка для строительства мусороперерабатывающего завода на выбор. Такое щедрое предложение мэру Львова Андрею Садовому сделал губернатор Львовской области Олег Синютко. Все ради того, чтобы тот прекратил возить отходы по всей Украине. Напомню, львовский мусор уже полгода качует по стране и нередко не доезжает до мусорных полигонов. Зловонные кучи обнаруживают то в заповедных зонах, то на пастбищах и в огородах. Скандал за скандалом. Участки, которые нашел для строительства завода губернатор, в Явровском, Николаевском и Драгубочевском районах. Техническая документация, мол, уже готова. Участки соответствуют экологическим требованиям и расположены в отдалении от населенных пунктов. Так что остается только определиться и проголосовать в райсоветах. Репутационные втраты Львовщины, которые мы имеем в Украине. Мы получаем очень большую количество от наших коллег из разных регионов. В частности, это официальные скарги, которые подходили Житомирской, Полтавской, Сумской и других областей. Про то, что на территории этих областей происходит несанкционирование выкидания отходов, которые все идентификуют как львовские сметки. Примет ли мэр предложение области, пока не ясно. Инициативу поддерживает, но все же намерит продвигать свой проект, который планирует реализовать за деньги Европейского банка. Мы планируем с наступного года начать реализацию данного проекта. Банк твердо ставит наш проект как один из первых. Это будет на территориях, которые означает городская влада. Это и совсем другие проекты, чтобы вы понимали, что нам в области нужно 3-4 таких комплексов. А вот местные активисты уверены, в мэрии сознательно тянутся строительство мусороперерабатывающего комплекса. На перевозках отходов в другие области, мол, можно неплохо заработать. Фирма, которая реально вывозит сметки, там 20 тонн. А по документам мы запишем, что тут фирма вывозит не 20 тонн, а 200 тонн. То есть она не вывозит, то есть 180 тонн их не существует в природе, так? За эти 180 тонн фирма что мне приносит? Гутилку. Я на этом заработаю. Для чего мне сметки природный завод? Тем временем в областной администрации подыскали не только участки под мусороперерабатывающий завод, но и возможных инвесторов. Уверяю, деньги в строительство завода готовы вложить уже более 20 компаний. Галина Якушко, Юрий Голубенко. Подробности телеканал Интер. Львов. Ну а пока львовский мусор засекли в Черкасской области. Неподалеку от села Потапца местные жители обдорожили стихийную свалку. Там, где раньше была тракторная бригада, появилась целая куча отходов. По словам селян, здесь сбросили мусор не менее 4-х габаритных грузовиков. По предварительным данным, они приехали со стороны Кагарлыка Киевской области. Но при осмотре среди отходов оказались документы, подтверждающие, что мусор приехал из Львова. В полиции начали уголовное производство. Причастных сейчас разыскивают. Им грозит штраф около 3,5 тысяч гривен. Ну и тонны мусора вынес на речные берега паводок на Закарпатье, который уже пошел на спад. Течением отходы занесло даже в соседние страны. В Венгрии уже предъявила Украине претензии, поскольку на уборку придется потратить десятки тысяч евро. За мигвирующим на Закарпатье мусором наблюдала Марина Коваль. О том, что в Закарпатье был паводок, сейчас напоминают горы мусора на берегах рек. Вот здесь, до дождей, находилась зона отдыха в городском парке Ужгорода. Вода сошла, осталась свалка. Из пластиковых бутылок, бревен и другого хлама. Экологи говорят, что мусор сбрасывают в реки сами местные жители. В большинстве горных сел нет свалок и вывоз отходов не организован. Так, в Заречево-Перечинского района, именно из-за засоренности каналов, река вышла из берегов и потопила 30 дворов. В самом селе не признаются, кто же в этом виноват. А кто это? Какие люди? Что это за люди? Каждый другой буденок, почти. Немного не понимаешь, что я несу мусор и мечу в поток. Немного так не понимаешь. А и носит на ламбодин. Смитя скидают в другие, допустим, в рыбник или еще так. А кто скидает? Люди, мы так скажем. Вы знаете такие? Знаем, а сказать не скажем. Теперь мусор из Закарпатского Заречева можно найти даже в Евросоюзе. Тонны хлама большая вода унесла в соседние страны. Свои претензии уже высказала Венгрия. Вчера я отримал лист своего коллеги из Угорщины. И он обратил внимание, что по тесе зафиксировано от 60 до 100. Для чего в Колину пересекается в районе деревского района цена теси. Факт засмечения речек есть. В Европе действует закон. Кто смитит, то и платит. Уборка мусора стоит десятки тысяч евро, возмущаются европейцы. В Закарпатской области есть программа обращения с бытовыми отходами. Ее приняли еще 10 лет назад, но никак не могут реализовать. В горных селах открывать свалки не позволяют санитарные нормы. А в Низине местные жители выступают против таких полигонов. Закарпатский губернатор предлагает штрафовать сельские советы, которые допускают засоренность реки водоемов. В Ужгороде городские власти подсчитывают убытки. Для уборки мусора нужны сотни тысяч гривен. Чиновники решают, кому теперь за это выставлять счета. Марина Коваль, Юрий Ковалев. Подробности в телеканал Интер. Закарпатская область. Новый поворот в деле о вагонах с лесом, задержанных закарпатскими таможенниками. Львовские и Хмельницкие окружные админсуды признали противозаконными действия таможни, которая не оформила вагоны с лесом на экспорт. Я напомню, в конце апреля этого года активисты задержали в ЧОПе вагоны, которые везли древесину в Европу. Они заподозрили, что под видом дров пытаются вывезти лес кругляк, запрещенный для экспорта. После этого закарпатские таможенники подозрительные вагоны задержали. Эксперты выявили целый ряд нарушений, и местные суды встали на сторону закарпатской таможни. Но теперь суд высшей инстанции постановил груз оформить и вагоны пропустить. Таможенники уже готовят апелляцию. Как вывести экономику из кризиса сегодня решали предприниматели. Для этого разработали целую программу. В ней предусмотрели и существенный рост ВВП, и остановку деиндустриализации, и инвестиции, и создание рабочих мест. Обсудили документ на съезде и решили передать его в Нацкомитет развития промышленности. Все подробности в нашем материале. Военные действия на востоке страны, увеличение количества переселенцев и безработных, обнищание людей, отток из страны квалифицированных кадров и отсутствие реалистичных программ развития экономики. Все это заставило украинский бизнес задуматься о своем будущем. Подключили экспертов и создали антикризисную программу совместных действий власти и бизнеса. Презентовали ее сегодня на своем съезде. В стране нет ни стратегии, ни конкретных целевых программ, которые должны выполняться, независимо от политической конъюнктуры. В тех решениях, которые принимает и законодательство, и законодательство, и законодательство, очень редко можно увидеть пропозиции, которые формулируются теми людьми, фаховцами, экспертами, которые работают в реальном секторе экономики. Предложения предпринимателей еле поместились на 50 страницах антикризисной программы. Здесь о том, как усовершенствовать фискальную систему, промышленную политику, строительную и транспортную отрасли, АПК и оборонный комплекс. И о том, как поддержать малый и средний бизнес, содействовать экспорту и развивать инновационную политику. Существенная часть предложений перекочевала в программу из плана модернизации первой системной экономически обоснованной программы возрождения Украины. Создание такого плана инициировал лидер движения работодателей Дмитрий Фирташ. Над документом работали ученые и эксперты из Украины, Франции, Германии, Великобритании и Польши. Основные месседжи – это привлечение инвестиций для создания рабочих мест. Речь идет о суммах от 100 до 300 миллиардов инвестиций, которые позволят возродить потенциал нашей страны, возродить экономику. В плане модернизации работодатели предусмотрели среднюю зарплату до 500 долларов в месяц. Но пока, говорят, приходится мириться с тем, что предлагает правительство. За реформу оплаты труда и в Федерации профсоюзов. Установление 3200 – это лишь уровень прожиткового минимума, который обеспечивает работников от бедности. Если мы говорим о какой-то повышении минимальной заработной плате в той же Польше, в той же Латвии, в той же Германии, автоматически есть отклик от правительства и идет какая-то уступка по налогам, льгота по бизнесу, льгота по созданию рабочих мест. Так не бывает, что все выкладывается на бизнес, вся ответственность на бизнес, все налоги не возмещаются, при этом бизнес везде виноват. Приехали на съезд и международные партнеры. Признают, украинскому бизнесу сейчас и правда нелегко, но рассчитывать на помощь со стороны не стоит. Грубо скажу, может быть, спасение утопающих, дело рук самих утопающих. Международный валютный фонд и ряд других международных финансов организаций еще никого не осчастливил. Да, с ними надо дружить, но взяв от них кредиты, надо иметь в виду, что во главу угла должен быть национальный интерес. И те кредиты надо будет вернуть с процентами. Если не мы, то наши дети, внуки и правнуки. Надо сесть за стол переговоров. Альтернативы для диалога с властью нет, уверены и украинские предприниматели. Поэтому свои предложения по выходу из кризиса решили передать президенту, парламенту и правительству, а также в новосозданный Нацкомитет развития промышленности. Оксана Григорьева, Леонид Аборин, подробности, телеканал Интер. Германия нуждается в эмигрантах, но в эмигрантах, которые знают язык и хотят работать. Как немецкие социал-демократы планируют привлечь в страну специалистов высокого уровня и смогут ли украинцы воспользоваться этой возможностью? Татьяна Лагунова подробнее. Германия ищет эмигрантов с высшим образованием, знанием языка и желанием работать. Немецкие политики предлагают одобрить законопроект, который привлечет в страну квалифицированные кадры из государств, которые не входят в Евросоюз. Авторы законопроекта – социал-демократы, которые входят в правящую коалицию. Они пугают прогнозами экспертов из-за демографического кризиса. Через 30 лет население Германии может сократиться на 15 миллионов человек. И предлагают скопировать канадскую модель привлечения квалифицированных эмигрантов. Германия – очень привлекательная страна, но для хорошо образованных, подготовленных людей это не самый заманчивый уголок. Мы должны стать еще более привлекательными для них. Суть канадской модели – система баллов. Их социал-демократы предлагают начислять за образование, знание языка, потенциал к интеграции, шансы найти работу и возраст. Чем моложе, тем лучше. Кто наберет 65 пунктов из 100 возможных, будет приглашен в Германию. Соискатель получит годовой вид на жительство и, если за это время найдет работу, сможет его продлить и остаться в стране. А если трудоустроиться не получится, придется вернуться на родину. Попробовать свои силы, согласно законопроекту, смогут граждане стран, которые не входят в Евросоюз. Соответственно, и украинцы. Планируется, что годовую миграционную квоту будет определять Бундестаг. В первые годы социал-демократы предлагают принять 25 тысяч человек. Когда это предложение будет вынесено на рассмотрение Бундестага, пока неизвестно. Социал-демократы хотят сделать это до парламентских выборов, то есть до осени следующего года. Поддержка партии «зеленых» уже есть, а вот христианские демократы пока еще думают. Зачем Лугунова Геннадия Никеенко? Подробности немецкое. Бюро телеканала «Интер». Где в Нью-Йорке можно снять стресс после выборов? Почему пилоту рейса «Конкут-Франкфурт» пришлось экстренно посадить самолет? И чем закончилась тяжба Пита и Джоли? Об этом и не только в нашем обзоре. Для желающих снять стресс после напряженных выборов США в Нью-Йорке открыли будку «Крика». Идея принадлежит американскому телеведущему Стивену Колберту. В ночь с 8 на 9 ноября американцы могли закрыться в будке и покричать, чтобы расслабиться после предвыборной кампании. Происходящее транслировалось в Фейсбуке. Видео просмотрели около двух миллионов пользователей. Соцслужбы США закрыли дело против Брэда Пита. Он доказал, что не обращался жестоко со своим приемным сыном Мэддоксом во время ссоры в семейном самолете. В этом Пита обвинила супруга Анжелина Джоли. Затем подала на развод и запретила видеться с детьми. В рамках расследования работники со служб опросили не только всех членов звездного семейства, но и персонал самолета. Ранее суд принял решение, что дети остаются с матерью и периодически будут посещать отца. В США экстренно посадили самолет из-за голого дебошира на борту. 34-летний мужчина вел себя агрессивно из-за отказа стюарда подать ему алкоголь. Неизвестный ударил борт проводника и пригрозил убить пассажира вместе с его трехлетней дочерью. Кроме того, Буян разделся до гола и пригрозил, что помочится в салоне. Пилот самолета рейса Канкун-Франкфурт решил совершить экстренную посадку в городе Джексонвиль, США, где нарушителя уже ждала полиция. Хулигану грозит тюремное заключение сроком до 20 лет. Британский универмаг Джон Левис выпустил лисиц и барсука на батут. Компания запустила в эфир новый рождественский ролик, главный герой которого, пёс по кличке Бакстер, наблюдает за тем, как дикие звери прыгают на батуте хозяйки. Реклама произвела небывалый ажиотаж среди любителей животных. Интернет-пользователи начали активно снимать подобные ролики со своими домашними любимцами. В Шанхае появится самый большой в мире планетарий, площадью равной 8 футбольным полям. Строительство уже началось. Комплекс сооружает из экологически чистых материалов, и его электроснабжение будут обеспечивать возобновляемые источники энергии. Стоимость проекта 78 миллионов долларов. В планетарии будут проводить астрономические выставки, киносеансы и другие интерактивные показы. Закончить строительство планируют через три года. Уже завтра в этой студии будет работать Алексей Лихман. Он расскажет вам последние новости и проведет политическое ток-шоу «Черное зеркало». А я желаю вам побольше хороших новостей и прощаюсь до понедельника. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова